Вот восьмой этаж. Он ходит до восьмого этажа. Александр Галкин демонстрирует работу лифта. Подъемное устройство, по мнению пенсионера, полностью исправно и менять его нет никакого смысла. Отпугивает мужчину и стоимость нового лифта. Изначально оно составляло 8 миллионов, а сейчас уже 9. Я, например, должен из-за месячного, кроме всех коммунальных платежей, доплачивать еще от двух до двух с половиной тысяч за этот кредит. Ну как рассчитали, это было на 8 миллионов, на 9 миллионов там еще больше. Позицию мужчин разделяют и другие жильцы подъезда. Соседи говорят, что их полностью устраивает старый подъемник. Тем более капитальный ремонт лифт проходил в начале двухтысячных. Однако недавно жильцы получили уведомление, где четко сказано, что лифт заменен будет. Если вы в списке не распишетесь, мы отключим лифт и завтра придем и отключим. В жилищной инспекции такую постановку вопроса не разделяют. Чиновники отмечают, что замена лифта – дело добровольное. При этом окончательное решение по этому дому еще не принято. Там председатель ПКСК рассматривает этот вопрос именно с собранием, в общем, поскольку большинство жильцов за, часть жильцов против. Сейчас у них там разногласия. Как жильцы определят, так и будет. При этом инспекции отмечают, если жильцы примут решение оставить старый лифт, то им также придется потратиться. По истечению срока эксплуатации каждый год подъемники должны проходить обязательную экспертизу. Ее стоимость – около 120 тысяч тенге. Организации, имеющие лифты, имеющие производство опасных объектов, обязаны производить экспертизу лифтов, устройств с истекшим периодом сроком службы для определения дальнейшей возможности эксплуатации. В общей сложности на сегодня в Кустанайской области на учете стоят 654 лифта. При этом каждый второй из них работает сверх нормы уже много лет. Это значит, что их также нужно менять. Но цена вопроса слишком велика. Виктор Ваташко, Дмитрий Гуренко, Андрей Деменок, РТН.